Программа профподготовки Украина-НАТО при Офисе связи Североатлантического альянса в Украине существует более 10 лет. Её основная цель – помочь подтянуть профессиональные навыки украинских гражданских служащих, работающих в учреждениях, причастных к сектору национальной безопасности и обороны. Будущих нацгвардейцев, военнослужащих вооружённых сил, сотрудников службы безопасности и полицейских по стандартам НАТО будут обучать на базе Академии нацгвардии. Сегодня будущие силовики начали ознакомительный курс в целом со структурой истории и развитием Североатлантического альянса. «Мы навчаем украинский персонал таких речей, как лидерство, как коммуникативные навыки, как керувание структурами, керувание подразделами. И также нас интересуют и мовные навыки, производят себе навыки английского языка, английского языка и НАТО». В рамках программы украинские силовики получают возможность стажироваться и участвовать в экспертных консультациях в союзнических странах. Они могут улучшить трудовые и профессиональные навыки, навыки в сфере управления персоналом и киберзащиты. В офисе связи НАТО подчеркнули, что позиция Североатлантического альянса относительно нарушения территориальной целостности Украины и России остаётся неизменной. Страны-члены НАТО готовы и в дальнейшем предоставлять Украине разнообразную помощь, в частности, в реформировании сектора безопасности и обороны. «С Национальной гвардией Украины у нас существует ежегодний план сотрудничества, который мы внедряем в этом году. Мы его согласовали в начале года с главнокомандующим Национальной гвардией. Мы его, как я сказал, исполняем. И у нас есть также один радник, который привязан к Национальной гвардии именно по вопросам структурных реформ в соответствии со стандартами и практиками НАТО». Только по программе профподготовки «Украина-НАТО» ежегодно обучают 3000 человек. В целом, помощь НАТО Украине – это 40 программ, реализуемых в 13 областях. «Фералс Гардіан» были те, что проводились у Яворьево на полигоні Львова. Мы выступали в роли перекладачів. Тобто курсанти выезжали как лингвисты и обеспечивали проведение навчаний как и штабных, так и польовых, так и других. Даже было то, что мы выезжали вместе в місто и помогали им знакомиться с Львовом. Также были учения у нас с тактичной медицины, боевого слагоджения. В академию постоянно приезжают представники НАТО. Очень интересные лекции. В офисе связи НАТО говорят, члены и партнёры Североатлантического альянса продолжат предоставлять Украине материальную и техническую помощь. В частности, речь идёт о передаче спецоборудования, которое поможет повысить кибербезопасность страны, а также медоборудование для реабилитации военнослужащих. Оксана Зинковская, Ирина Сайко, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».